Мы снова с вами. Третий и последний сегмент передачи Стартокт Спорт Эдишн. У нас сегодня разговор о влиянии марихуаны на спорт. И, конечно, мы ни в чем не смогли бы разобраться без нашего единственного эксперта, который исследует эту тему, исследует человеческий мозг. В конечном итоге, кто обладает всеми компетенциями рассуждать на эту тему? Доктор Стейси Грубер. Рады снова вас видеть. Стейси. В качестве продолжения, давайте поговорим о том, каково будущее законодательства в области спорта в свете ваших исследований, ну и более широкого поля исследования в области химии, которые могут способствовать улучшению показателей у атлетов, ну или как минимум улучшить восстановление после травм, вызванных попыткой выступить лучше на соревновании. О, чудесная тема. Я бы действительно хотел знать, как именно агентства принимают те или иные решения. В контексте научной литературы происходит постоянный рост. Мы получаем новые данные из статьи о влиянии веществ или узнаем о новых подходах к различной симптоматике или же условиях употребления каннабиса в медицинских целях. И как это сочетается в случае с нашими титулованными спортсменами. Что они могут и что не могут употреблять. И должна ли существовать разница между тем, какие вещества им употреблять и как их употреблять. Это все очень важные темы. Они продолжают подниматься все чаще. Важно идти в ногу со временем. Наука должна определять политические решения, чтобы люди могли жить так, как они этого хотят. А также понимать в условиях, когда две вещи могут иметь схожий эффект, почему тогда один продукт может быть запрещен, а второй разрешен для использования. А есть ли какое-то комплексное исследование, которое помогло бы разобраться в том, как точно каннабис влияет на нас? Сейчас проводится множество разных исследований, занимающихся разными аспектами этой проблемы. Но тут еще дело вот в чем. Каннабис остается запрещенной субстанцией на федеральном уровне. Так что проведение подобных исследований сопряжено с множеством сложностей. Все не так просто, как вы можете подумать. Конечно, какие-то вопросы, например, влияние разных сортов каннабиса на спортивные результаты и прочее, уже освещены. Но очень многого мы еще не знаем. Вопрос сейчас можно подставить так. Где существуют точки пересечения между пользой, которую оказывает каннабис, и тем же улучшением спортивных показателей? Вот это очень серьезный вопрос на данный момент. Нил, в 2020 году национальная футбольная, хоккейная и баскетбольная лиги заявили, что не будут отстранять игроков от участия, если они употребляли каннабис вне игрового сезона, но будут налагать штрафы за употребление во время игрового сезона. Конечно, они уже двигаются в другую сторону от слогана ВАДА. Каннабиноиды это плохо, а обнаружение в организме равнозначно исключению из соревнований. Значит, они уже используют новые исследования. Очевидно, что они руководствуются новыми знаниями. Они рассуждают, что это все же высокий спортивный уровень. Посему исключать игроков не следует, но штрафовать все еще могут. Однако в случае с ВАДА следует незамедлительное исключение из всех соревнований. Кажется, что существует своего рода задержка между тем, что имеет место в США и в мировой практике. Думаю, этому должны быть свои причины, но я хотел бы услышать мнение доктора. Ну а если мы говорим обо всех этих перечисленных вами спортивных лигах США, мы понимаем, что имеем дело с чем-то цельным на институциональном уровне. Это, конечно, так. Думаю, Гэри высказал очень интересную точку зрения. Существует своего рода философский подход. Помните, я упоминал, что КБД не запрещен, но была изменена процедура измерения, то есть лимит установили с 15 нанограмм до 150. Конечно, с целью убедиться, имело ли место употребление вещества прямо перед соревнованиями. Но сама процедура тестирования и определения довольно туманна, честно говоря. Но возвращаясь к вашей мысли, Гэри, действительно существует очень большая разница между глобальными и локальными решениями, принятыми в США, к примеру. Безусловно. А я бы хотел сделать предположение, что отчасти это связано с декриминализацией марихуаны у нас в стране на уровне штатов. Уже не говоря о том, что подросткам в 13 или 19 штатах фактически на уровне законодательств разрешено употреблять марихуану. Это какие вообще законы ты читал? Там такого вроде бы нет. Но я прочитываю их именно так. Там так и написано. Эй, Чак, дерзай. Думаю, если убрать этот момент совершения проступка или же правонарушения, остальные люди, а также спортивные организации, уже не будут налагать таких запретов. Ведь употребление марихуаны перестает в этом случае быть чем-то незаконным. Кто мы такие, чтобы запрещать? Скажут они. Вообще, рискуя показаться капитаном очевидностью, скажу, что именно государственное законодательство должно вести научное просвещение в этой области, а затем позволить спортивным организациям следовать новым подходам, чтобы в рамках спорта более не существовало такого рода запретов. Вообще, такое должно было произойти уже десятилетия назад, если бы наука имела вес в этих вопросах, Стейси. А если федеральное законодательство лежит в основе этого процесса, тогда какой доступ вы имеете к процессу написания законов, и разве вы не должны заседать в Конгрессе и заниматься этими вопросами? Ну, думаю, многие из нас пытались занять такое место. Можно говорить в этом аспекте о нескольких важных положениях. Когда ты включен в обсуждение этой проблемы, повышается шанс того, что итоговое решение будет действительно вразумительным, я бы сказала, политически центристским. То есть решение не будет мотивировано ни левой повесткой, ни правой. Думаю, центристский подход тут очень важен. Я имею в виду, что существует точка схождения мнений, где достигается разумное и адекватное решение. Да, дайте возможность науке направлять вас. Истина может быть достигнута только в научном дискурсе, мы все это понимаем. Но, к сожалению, это не повсеместная точка зрения. Но это и моя точка зрения тоже. Так что не надо бояться говорить резкие вещи на этой передаче. Хорошо, так вот, если мы позволим науке занять это важное место и позволим принимать решения, основанные на эмпирических данных, а не на повседневной политической риторике, то мы окажемся в совершенно другой среде. В текущем ее состоянии довольно сложно двигаться в какую-либо сторону, если мы говорим о ситуации с каннабисом не только в нашей стране, но и по всему миру. Особенно в нашей стране, где противоречия между федеральными законами и законами штатов создали такую неразбериху. Если мы говорим о проблеме с ВАДА, не УОТА, а с всемирным антидопинговым агентством, тут вся загвоздка может лежать в первом слове название организации. Ведь, как подчеркнул Чак, употребление каннабиса легально практически в каждом штате. Но на глобальном уровне оно нелегально. Для них это все еще довольно сложная проблема, которую решить они не могут. Она им представляется нерешаемой посредством одного простого шага. Да, тут требуется некая интернациональная чувствительность, сенситивность, я бы сказал. Они не могут просто все собраться в лаборатории Стэйси. Отличный аргумент, Гэри. А у меня есть решение. Все мировые лидеры должны собраться и накуриться. О, Чак, это просто замечательное дипломатическое решение. Ну что, ждите меня на следующем собрании СовбезООН. Я там точно буду. Да, похоже, следующее собрание Совета Безопасности будет проходить в парке напротив. Ну погодите, если все мировые лидеры покурят травку, можно будет закончить все мировые войны. Ну и за место саммита Большой Двадцатки будем проводить саммит OG20. А вообще это будет уже не OG20, а OG420. О, Боже, мы только что решили все мировые проблемы и достигли мира во всем мире. Думаю, нам требуется больше людей в команде, как минимум, чтобы исследовать уже имеющиеся данные, а уже затем двигаться далее, проводить более точечные эмпирические исследования, чтобы прояснять обстановку. Стэйси, меня, к примеру, приглашали в состав разных комитетов и комиссий на службе интересов Вашингтона. Поскольку я обладал необходимой экспертизой, так что ничего зазорного в приглашении компетентных людей принять участие в обсуждении действительно нет. Я бы проголосовал за ваше избрание в Конгресс. Конечно же, под эмблемой марихуаны. Вообще, я принимал участие в работе комиссии Конгресса и продолжаю так или иначе участвовать в этом деле. Я очень рада продолжать это делать. Действительно. Так что вы правы. О, простите, что я допустил мысль, что вы не принимали участие в работах таких комитетов. Да ничего страшного. Сейчас нам самое главное опираться на реальную науку и меньше на политическую риторику. Не только на уровне нашей страны, но и на глобальном уровне. Ну, думаю, Чак уже решил эту проблему. Да, это точно. Я также думаю, что часть проблемы еще в том, что вне зависимости от деятельности Конгресса, есть влиятельные политики, которые могут высказывать полярные мнения по этому вопросу. А у них есть свои последователи. И даже наш президент, который проделал прекрасную работу по выводу нас из ковидного кризиса, именно с опорой на науку, он постоянно говорит, что нужно позволить науке вести нас. Так вот, даже он довольно жестко настроен против декриминализации марихуаны на государственном уровне. Дело в том, что он как раз и из поколения косякового безумия. В этом-то все и дело. Как же мне нравится этот термин, косяковое безумие. Получается, мы все еще на заре войны с наркотиками. И по-прежнему ждем, когда она уже наконец закончится. Да, и подобная политика доходит и до решений, принимаемых спортивными комитетами. Я думаю, что многие люди сегодня более пристально изучают эти процессы, но опять же существует национальный комитет по политике наркоконтроля. Мы нуждаемся в новых современных научных исследованиях, а также эмберических данных, которые позволили бы принимать взвешенные решения и были бы должным образом прочитаны и поняты. Какая чудесная идея. И как же она нова. А мы могли бы применить такой подход ко всему в мире? Да, это было бы неплохо. Позвольте мне задать вопрос. Я знаю, что у нас заканчивается время, да-да. Я постараюсь покороче. Я видел, как сильно люди выходили из себя в ходе дебатов о том, что марихуана обладает аддиктивными свойствами. И это главная причина, почему ее должно быть не разрешено употреблять. Да, теория сопряжения. Ага, марихуана вызывает привязанность, ну и все в этом духе. Ну и касательно всех этих хлестких выражений. На самом деле не очень важно, насколько истинны или ложны такого рода заявления. Просто расскажите, что вы думаете об этом с научной точки зрения. Чак, погоди. О чем ты вообще? Что значит фраза «тебе не важно, истинны или ложны подобные заявления?» Вопрос заслуживает целого эссе. Не важно, истинны или ложны такого рода заявления. Я могу рассказать довольно быстро. Существуют те, кто мыслят марихуану или каннабис в качестве вещества, вызывающего привыкание. Есть люди, которые действительно имеют расстройства, связанные с употреблением каннабиса. Раньше мы называли бы это злоупотреблением или зависимостью. Теперь же появился новый термин для этого явления. Число людей, у которых вырабатываются подобные расстройства, разнится в зависимости от используемых исследований. Нужно понимать, что важно встречаться с реальными людьми, употребляющими каннабис, а не просто что-то абстрактно предполагать и утверждать, что если они употребляют каннабис каждый день, у них точно есть расстройства. Это первое. Второе – пресловутая теория сопряжения, согласно которой, если вы употребляете каннабис, вы в конечном итоге начнете употреблять более тяжелые наркотики. Поскольку употребляющие каннабис люди часто употребляют и героин. Сначала они пробуют именно каннабис, но такая следственная связь совсем не очевидна с точки зрения рецепторов мозга, потому как рецепторная зависимость может возникнуть после употребления разного рода наркотиков, сахара, даже после секса, целый пул разных вещей. Гипотеза о сопряжении все же не имеет под собой весомых эмпирических данных, которые бы доказывали, что из одного следует другое. Существует наложение проблем с употреблением тяжелых наркотиков. Как говорят люди, попробовавшие легкие наркотики, более податливы для тяжелых наркотиков. Но в большинстве случаев факторы психосоциального типа или даже просто с практической точки зрения, думаю, моим первым наркотиком не будет героин. Это будет нечто иное, поверьте. Так что если из B следует A, не значит, что из A следует B. В данном случае, если A равно B, B равно C, то не значит, что A равно C. Я уверен, что никаких точных свидетельств того, что употребление каннабиса ведет к употреблению более тяжелых наркотиков, не существует. Да, я действительно так думаю. Что ж, нам пора завершать. Очень был рад пообщаться с вами, Стейси. И, конечно, наш разговор далек от завершения. Марихуана останется с нами. И эта тема будет давать о себе знать в разных аспектах, не только в рамках спорта, но и во всех социальных ипостасях, где только может быть поднят вопрос о употреблении марихуаны и влиянии ее химических составляющих. Хочу поблагодарить вас за участие в Старток. Гэри, Чак, спасибо. Всегда рады, Нил. Это был Старток Спорт Эдишн, посвященный теме употребления каннабиса в большом спорте. Я, Нил Деграсс Тайсон, как всегда, призываю вас не переставать смотреть ввысь. Переведено и озвучено на студии Стаханов 2000. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok